Как обрести совершенное здоровье? Первая часть. Людей, чье внутреннее состояние не совпадает со словами и действиями, выдает эмоциональная неустойчивость. Его поведение имеет слишком широкую амплитуду. Из ангела такой человек в мгновение ока может стать демоном воплоти. Доктор-нейробиолог с 20-летним стажем Киролайн Лиф не советует нам попадать в такую статистику и общаться с такими людьми. Речь – это один из способов обмена частичками между людьми. Поэтому даже короткий диалог может заразить когнитивным диссонансом собеседника. Многие лекторы и наставники учат людей визуализировать, провозглашать правильные и желанные вещи. Но пропасть между словами и сердцем приводит к тому, что душа человека не переживает всего этого. Зачастую сами учителя успешной и счастливой жизни сами не делают ничего из того, о чем говорят. Так действовали и фарисеи, которых Иисус по этой причине назвал окрашенными гробами. Евангелие от Матфея 23-27 Именно действие с научной точки зрения является необходимым условием для изменения. Дух производит имплантацию в душу. Душа производит имплантацию истины Слова Божьего в тело, а тело действует соответственно того, что хочет Бог. Это приводит человека к совершенному самочувствию и гармонии. Тогда будут изменения. Смотрите продолжение и каналы Салталенко. Будете жить в гармонии.